Садитесь, пожалуйста, сегодня у нас лекция по теме социальное изменение, социальное изменение, дерево прошло, закройте, пожалуйста, значит тут есть два способа обращения с категориями взять, вот скажем, и сказать, называется то-то, но это да, оно выскакивает как бы на веру, приниматься важно, на самом деле в философии все выводится, да, открыть окно, давайте откроем, это будет хорошо, сейчас, а тут как, а это окно не откроется, никак, если это, ну тут тоже там холодно вообще, давайте дверь откроем тогда, Наши категории становления и категории изменения, они находятся в системе диалектической у Георгия Вильгельма Фридриха Гегеля, к его книге «Наука логики». А как они выводятся? Вот давайте такое выведение мы сегодня сделаем и поработаем головой. Значит, начнем сначала, с чего мы начинали? С чистого бытия, да? Чистое бытие есть, и больше нечего о нем сказать как о таковом. Раз нечего, мы приходим к категории «ничто» и фиксируем это движение логическое, что чистое бытие превращается в чистое ничто. Дальше что мы должны делать? Мы должны умственным взором рассматривать чистое ничто. И что мы про него можем сказать, про чистое ничто? Что оно есть. А раз оно есть, то оно у нас, на наших глазах, в нашей голове превращается в чистое бытие. Но уже бытие это нечистое. Почему? Потому что уже это второй раз мы к нему обращаемся. Поэтому оно, опосредственно этими двумя движениями, чистое бытие перешло в чистое ничто, а уже чистое ничто. Существует следующий переход. И переход уже должен называться переход к бытию. Ну а соответственно бытие переходит в ничто. И вот мы наблюдаем, что бытие переходит в ничто, ничто переходит в бытие. И вот это движение исчезновения бытия в ничто, а ничто в бытии называется становлением. Мы в этом становлении различили два противоположных момента. Один из них называется возникновение, это переход ничто в бытие. А второй противоположный. Прихождение, переход бытия в ничто. И тогда можно сказать, что становление с единства возникновения и прихождение. И куда-то пропали наши вроде как бытия, ничто уже нет. Но можно это переформулировать. Возникновение это ничто, переходящее в бытие. Короче, ничто. Правда? А прихождение это бытие, переходящее в ничто. Короче, бытие. То есть по-прежнему становление есть единство бытия и ничто, но такое единство, в котором разность бытия и ничто исчезает. Ну, раз бытие переходит в ничто, а ничто переходит в бытие, то разность бытия и ничто в становлении исчезает. А становление есть только благодаря этой разности. Как раз. То есть из-за того, что они разные, только из-за этого и есть это становление. Значит, вывод. Становление исчезает. То есть отрицает себя. Остановление является беспокойным, единством бытия и ничто, что отрицается тем самым и беспокойство, и единство. Отрицанием беспокойного что является? Спокойное или спокойствие. Отрицанием единства. Вот когда мы говорим единство, вот у нас есть с вами единство? Все мы тут занимаемся изучением социальной философии. Правильно? У нас есть с вами единство. Так единство всегда предполагает, эта категория, что есть много. По крайней мере два субъекта или два предмета. Правильно? Поэтому отрицание единства это простота. То есть простота означает, что нет ничего, из чего составляется это единство. Простота. В итоге мы получаем, что отрицанием становления является отрицанием становления, или отрицанием становления есть спокойная простота. И вот это спокойное и простое, что мы про него можем сказать? Что вы про него можете сказать про это спокойное и простое, которое получилось в результате снятия отрицания становления? Что? Я вам уже все время подсказывал, что говорить надо. Что вы про него можете сразу сказать, не задумываясь? Что оно? Есть. Вот все. А раз оно есть, то оно бытие. Какое? Ну не то, которое было в начале, правда? То было чистое, а это уже посредственно этим движением. То есть мы получили снова бытие. И вот это бытие, как результат предшествующего движения, как результат отрицания становления, называется наличным бытием. Название мы берем из науки и логики Гегеля. Откуда мы их возьмем еще? Его не придумаешь. Можно сказать, что на лесу есть только бытие, распокойное и простое. Никакого, ничто не видно. Правильно? Бытие. При этом обратите внимание, что мы получили по ходу. По ходу мы получили вот это отрицание, которое удерживает все предшествующее содержание. Вот это представление, что мы можем что-то отрицать, и его нет просто, это неверное. Вот если я к вам подойду и от вас оттолкнусь, прошу прощения, это значит, я к вам притронусь. А все думают, что отрицание, оно как бы не состоит в соединении, в единстве. Поэтому вот это отрицание всего предшествующего содержания означает, что все предшествующее содержание вошло в эту новую категорию. Поэтому самая характерная для диалектики категория, это категория снятия. Снятие – это отрицание с удержанием. Вот вы являетесь отрицанием своих родителей? Или нет? Вы отрицаете отрицанием? Да. А что вы сами их, что сказать? Вы родители, что ли? Вы же не ваши родители, правильно? Раз не, значит вы являетесь их отрицанием. А что, значит, вы являетесь их отрицанием? То есть вот то содержание, которое у них было, оно в вас и вошло. Так или не так? Ну, с отрицанием. То есть вы же не такая, не совсем такая, как они. Какое-то отрицание есть. Но вот надо приучаться к тому, чтобы брать отрицание как диалектическое. Диалектическое отрицание – это не изрешное отрицание, не растапное и не отбрасывание. А это есть такое отрицание, которое включает содержание того, что отрицает. Если люди этого не понимают, они становятся жертвами всяких, всякого рода спекуляций. Например, я могу про вас начать рассказывать. Так, сейчас с утра начну рассказывать про вас, что вы никого сегодня не убили, не зарезали, не обокрали, стекло не разбили, дверь не сняли. И буду, это я долго-долго могу рассказывать, что вы не делали, и какой у вас такой образ появится, что вокруг вас все эти разговоры про черте что. А ничего хорошего про вас не говорится. Поэтому надо понимать, что вот эти «не», они не спасают нас от того, что заключается после слова «не», то, что стоит перед словом, вернее. Да, после слова «не». То, что отрицается, входит всегда в содержание того, что отрицается. Если я говорю, что я не студент, это что значит? Ну, что я со студентами в данном случае работаю. А вы не преподаватель. Ну, вы же меня слушаете, если я в меня выйти, что ли, отсюда, так у вас не получится лекции. То есть, вот это надо запомнить. То есть, у нас получилось вот три категории, вернее, две моменты. Категория – это противоположные движения в одном движении. Это же одно мы его получили, когда рассматривали единство, возникновение и прихождение, противоположные моменты. Как можно сказать? Душе борется противоположные моменты. Пойти на занятия – не пойти на занятия. Не пойти на занятия – пойти на занятия. В некоторых это победило, а некоторые проиграли в этой борьбе. Давайте, так сказать, пали смертью храбрых. Не смогли и так далее. И вот мы получили. Что мы получили? Новое бытие. Спокойное и простое. Оно никуда не спешит, ни во что не превращается. На личное бытие. И что дальше делать? Вот что можно делать дальше в диалектике? Дальше правило одно и то же. Чтобы пойти вперед, надо оглянуться назад. Вот если вас будут брать на работу и сказать, так, что вы закончили, как занимались, какой у вас диплом, какие курсы вы изучили, правильно? Где вы родились, кто родители, ну и так далее. Всегда требуется автобиография. А что требуется? А я хочу с вами поговорить, а вместо этого давайте еще раньше было. Так всегда получается, когда встречается с человеком, и речь идет о приеме на работу и так далее. Что мы можем сказать про наличное бытие? Про наличное бытие мы можем сказать результатом чего оно явилось. Наличное бытие – это результат снятия становления. Правильно? Наличное бытие – это результат снятия становления. А раз оно есть результат снятия становления, значит, в нем есть становление. Так? Логично? Наличное бытие – это результат снятия становления. А поскольку оно результат снятия становления, постольку в нем есть становление. А в становлении что есть, кроме бытия? Кроме бытия в становлении есть, не слышу дружного ответа. Что у нас есть в становлении, кроме бытия? Ну, мы сегодня уже изучали становление. Становление – это единственное чего? Бытие и? Кто-то из нас плохой, или я, или студентки. Чего такое? Мы сегодня говорили, что становление – единственное бытие и ничто. Значит, кроме бытия в становлении есть? Ничто. Вот, спасибо. А то я думаю, что такое за такой ступор? Что такое? Значит, в становлении есть ничто. Из этого что следует? Раз на личном бытие есть результат снятия становления, а в становлении есть ничто, значит, в наличном бытии есть ничто. Но оно не налицо. Потому что налицо просто бытие, и все. Спокойное и простое. А в нем, в нем есть. Это вас удивляет? У вас желудок есть? Есть. Но он не налицо. И слава Богу, что он не налицо. Иначе надо было что-то делать – скорую вызывать. Правильно? То есть ничего удивительного в этом нет. У нас много есть то, что не налицо. У каждого есть сердце, но Данка даже вынула его и пошел. Но у нас никто не вынимает, так обходимся этим. Поэтому надо понимать, что есть налицо, а что не налицо. Вот сразу вам скажу, некоторые сбивают с толку употребление понятия сущие. И вот с таким соплом употребляют. Их вроде как вы ничего не понимаете. А мы сейчас поведем речь о сущем. Не об исти, а о сущем. А что такое сущие? О сущие – это то, что есть непосредственно. Вот у вас ручка и тетрадка есть непосредственно. А что у вас есть в карманах, я не спрашиваю. И где у вас там есть сумки, а в сумках есть что-то лежит. Но оно не непосредственно. Оно есть. И я даже не знаю, что это такое. Но оно не непосредственно. Правда? Непосредственно есть. Или вот студенты, которые пришли, они есть непосредственно. Это сущие студенты. Сущие. А те, которые есть, но сейчас на лекции не присутствуют, это не сущие. Вот это надо запомнить, чтобы у вас эти вот такие слова диалектические или логические не сбивали с толку. Сущие – это то, что есть непосредственно. Так вот, ничто есть, но оно в наличном бытии. Давайте на него посмотрим. Как мы можем посмотреть то, что не есть на лицо? Только умственным взором. Правильно? А зачем нам голова? Для того, чтобы рассматривать умственным взором. Умственным взором мы можем посмотреть и на то, что находится не на лицо, не на непосредственно. Вот если вы посмотрите на это ничто, у вас вот какая картина? Ничто в бытии. Так что конкретное целое, то есть вот то целое, которое содержит и ничто, есть на личное бытие. Правильно? Вот два взгляда. Я на вас смотрю. Вот смотрите, я на вас смотрю. Я на вас смотрю и вижу у вас или часы, или браслет на правой руке. А вот теперь другой взор у меня, как бывает у бандитов, которые хотят что-нибудь отнять. Они смотрят уже так и прицениваются. Хорошо бы это забрать. И я теперь смотрю на этот браслет. Он в вас. А вы уже не есть непосредственный предмет моего рассмотрения. Согласны? То были вы с браслетом, а теперь браслет у вас. Видите разницу? То вы были, а то браслет. То был живой человек, то предмет. Поэтому вот этот взгляд на это ничто дает нам такую картину. Небытие, ничто, которое в бытии принято. И вот оно называется небытием. Вот когда вы... Ну это не вы же. Вот браслет это не вы. Согласитесь. Или это вы? Нет. Ну вот я правильно понимаю. Браслет это не вы. Небытие принятое в бытие. Так что конкретное целое имеет форму бытия. Я привожу простой пример. Чай пили сладкий? Сахар в чае это чай или не чай? Нет, не чай. Ну сахар, ну ясное дело. То чай, то сахар. Сахар это не чай. Это отрицание чая. То есть не ничто чая. Это ничто чая. Вы чай с ничтом пьете. Ну конкретным ничто с сахаром. Давайте посмотрим на этот сахар, который в чае. Это будет не бытие чая. Правильно? Ну это же не чай, согласитесь. А еще может быть с бергамотом. Бергамот тоже не чай. А еще с лимоном. Туда чего только не набросать можно. Этот самый чай. И опять же будет не чай. Но вот такое, вот такое небытие, которое принято в бытие, так что конкретное целое, имеет форму бытия, называется. Вот подумайте, как оно называется. Вот мы говорим сладкий чай, чай с лимоном, чай с бергамотом, травяной чай и так далее. То есть что только мы прибавляем, зависит от того, какое отрицание чая там в чае. Вот такое небытие, принятое в бытие, так что конкретное целое имеет форму бытия, называется, не поверите, определенностью наличного бытия. То есть вот если про вас говорите, про ваш браслет, то вы девушка с браслетом. И никуда вы от этого не денетесь. Раз уж вы на него надели, то есть вот вы получили некую определенность. Правильно? А вы молодой человек в пиджаке с красными полосками. Вы же не будете говорить, что вы это пиджак. Пиджак это не вы, то есть это ничто. Небытие ваше. Но это такое небытие, которое вам придает определенность. Так, вы в темном, это вам такую определенность, это вы в светлом, это вам другую определенность придает. И так далее. То есть надо понимать, и это не так просто восприять, что определенность на самом деле это отрицание. А если нет никакого отрицания, то это все равно что-то я белым по белому буду писать. Вы увидите что-нибудь, нет? Чтобы написать, чтобы получилась некая определенность, я должен взять то, что не белое, и тогда могу писать по белому. Правильно? Вот. Все видят, что для того, чтобы получить какую-то надпись, надо белое затемнить. Неважно чем, зеленым, черным, но не белым. Теперь посмотрите на свою тетрадку. Что вы делаете? У вас такая хорошая была белая тетрадь, а вы взяли ее и испортили. И все, ее зачернили. Но не всю зачернили. Если ее всю зачернили, то тоже ничего не будет видно. То есть, какого цвета у вас лист? Белый. Но определенность ему придает то, что вы на нем написали. Не белым. А можно наоборот. Брать темное и писать, вот бывает доски черные, тогда надо писать мелым. Да? То есть, что нужно для того, чтобы получилась определенность? Надо светлое затемнить или темное осветлить. И ничего другого тут нету. Иначе ничего. И насчет того, что в темноте ничего не видно, в абсолютной, это все знают. А Гегель еще говорит, что в абсолютном свете так же ничего не видно, как в абсолютной тьме. Ну, представьте сейчас, вот свет начнем ущелье, ущелье уже глаза ничего не будут различать. В абсолютном свете так же ничего не видно, как в абсолютной тьме. Вот мы с вами получили еще одну категорию философскую, логическую, определенность. Которая так определяла, что небытие принятое в бытие Так что конкретное целое имеет форму бытия Мы ее не постулировали, а мы ее вывели А название взяли у Гегеля из науки логики Вот теперь присмотримся к этой определенности К определенности Во-первых, Гегель предлагает не путать ее с определением Определение – это более высокая категория Определенность – это какое-то его отрицание Которое позволяет отделить, выделить этот предмет из остальных Например, человек, можно сказать, это животное, у которого есть мочка на ушах Это определенность человека Наличие мочки на ушах Потому что других животных, у которых есть мочка на ушах, нет Может быть, потому что они не носили серьги никогда Не знаю, причина неизвестна Может быть, это веками складывалось Но, во всяком случае, можно было вытаскивать Человек – это животное, у которого есть мочка на ушах Ясное дело, что это не определение человека Но это его определенность Можно выделить из других Но поскольку можно попасть в аварию И лишиться не только мочки, но и уха самого При этом, в общем-то, слышимость ухудшится, но не пропадет Правда? Поэтому надо понимать, что это никак не является определением человека Определение человека более высокое Мы и сейчас можем сказать, и потом будем об этом говорить Что это человек – это животное Общественное, трудящееся, говорящее и разумное А тут всего лишь мочка на ушах Это определенность Рассмотрим эту определенность Что значит рассмотрим? Вот если я начинаю рассматривать вашу тетрадку Я от вас абстрагируюсь, я вас и не вижу То есть, как бы, краем глаза я вижу, что вы тут сидите над тетрадкой На меня смотрите Но уже выражение лица вашего я не замечаю Может быть, вы с ненавистью на меня смотрите Я не вижу Я вижу вот тетрадку И когда я ее делаю специальным предметом рассмотрения Я ее, как бы, отделяю от вас И делаю специальным предметом Изолирую ее И вот определенность взятая и изолирована сама по себе Называется Определенность взятая и изолирована сама по себе Называется Качеством И вы пришли к знакомому слову Качество Вот я могу про вас сказать Вы умный человек Могу? Могу А мы скажем У вас есть ум И тогда это качество Эта вот определенность Ум это не вы Не в том смысле, что вы не умные А в том, что вы умные А это неотделимо от вас Но вот то, что неотделимо, я беру Как специальный объект Почему? А хочу изучить Ваш ум тоже подлежит изучению, правильно? И оценке И так далее И тем более мы будем оценивать там на экзамене Конечно, мы будем предмет оценивать Но и ум тоже подлежит оценке И так человек додумался Или не додумался Или быстро додумался Или медленно додумался Есть туго думать А есть люди, которые быстро схватывают Из этого ничего не следует Иногда туго думают Решают крупные задачи А те, которые быстро схватывают Они мелкие задачи Так что ничего хорошего Из этого или плохого Вывести нельзя Но ясно, что когда вы берете Какое-то определенность изолированного Оно называется качеством Вот рост у вас есть? Рост есть? Но это не вы же рост ваш Не вы Это вы, у вас есть рост Или ваше сознание Но это не вы Вы человек с сознанием А не сознание человека, правильно? Мы же различаем ваше качество и вас Так? То есть Вот такое качество Которое берется Изолировано само по себе И вот про него Гегель говорит Оно еще не отделено От наличного бытия Правда, оно никогда и не будет От него отделяться Почему? Потому что вашу определенность От вас оторвать Невозможно Но тем не менее Если я делаю специальным предметом рассмотрения Логически я это Изолирую от вас Вот ваша тетрадь Я ее от вас изолировал Вы уже когда на втором плане Меня интересует тетрадь Сколько стоит ваша тетрадь? А где такую вы покупили? А когда вы ее закончите? А что вы там такое написали? Видите, я уже Вот все про тетрадь Да про тетрадь Вот это означает качество И когда с таким опломбом говорят Качественный анализ Как будто делают такое великое Это просто первое Непосредственное определенность Ничего там великого нету В этом качественном анализе Это элементарная вещь Не путать бытие и определенность Правильно? Еще бы не хватало Чтобы я, скажем Цвет волос спутал вообще с человеком Некоторые из протеста Раз и побрились Наголо И что? Ничего Будет его определенность бритый Наголо человек Только и всего Это что означает? Ничего особенного И не означает И вот Теперь давайте рассматривать Определенность уже Ко эту категорию Как качество Изолируем Взять его саму по себе Качество Что вы можете сказать Про качество Я теперь вас спрошу Там уже я спрашивал Теперь вас спрашивал Про качество Что вы можете сказать? Ну это правильно Но я вас уже учил И чувствую Еще плохо учил Я виноват Беру на себя ответственность Что когда вы не знаете Чего сказать? Что вы должны сказать? Что оно есть Вот Золотые слова Видите как? Вот не зря все-таки учил Я плохой преподаватель? Но не очень плохой То есть все-таки Есть вот так Если потянуть Покопать Значит Качество есть А раз оно есть То оно что? Оно же было не бытием Вспомните А раз мы его берем Как бытие Оно уже Перевратилось у нас В бытие Ну и понятно Его изолировали Видите Я от вас Книгу Тетрадку отобрал Я ее не отнял У вас А мысленным взором Я ее беру Для рассмотрения Вот такая история Вот что есть Одно Евгений Николаевич У меня лекция сейчас Я перезвоню Я перезвоню вам Пока Столько закончится лекция Обязательно Вот И вот Поскольку она есть То она бытие А какое бытие А у нас уже Бытие Глубокое понимание Бытия Она уже не чистая А какое С каким бытием Мы имеем дело Уже теперь С наличным С наличным бытием В нем есть Определенность Правильно? Раз Значит Качество наличное бытие А наличное бытие То есть результат Снятия Становления Каждая вот категория А это цепочка Категория От чистого бытия До нее Которая в нее Включается В содержание Включается То есть не так Что они отдельно Выступают Как просто Звено цепи Нет Это вот Вся цепочка С самого начала До этой вот категории Есть более длинные цепочки Это более сложные категории Более короткие цепочки Это более простые категории Вот эта категория Категория Качества Как оно Как наличное бытие А в нем есть Становление А в становлении Есть Ничто Есть Раз То есть там есть и бытие И ничто Ну как бытие Оно налицо Значит качество Должно быть взято Если мы Понимаем Что в нем есть Вот становление То наше представление О качестве сейчас Одностороннее Положительное А надо взять Как положительное В противоположность Отрицательному Как бытие Противоположность ничто И как ничто Противоположность бытию Логично? То есть вот наличие Раз мы нашли В качестве В становлении А в становлении Есть два момента Два противоположных Момента Значит соответственно Мы должны И качество рассматривать и как бытие, и как отрицание, и как ничто. Вот рост, если он рассматривается как бытие, и рост рассматривается как ничто. Я могу про человека сказать. Человек высокий. А что еще могу сказать, если возьму его как ничто? Не низкий. А качество одно и то же, правильно? Человек умный. Ум – качество. А противоположное высказывание, то есть выражение этого же самого качества как ничто. Человек не умный. А? Не глупый. Или не дурак. Вы как хотите про вас говорить? Что вы умный или что вы не дурак? Выбирайте. Вам все равно. Так это надо дурака, это хлопоты. Это надо идти искать дурака, сюда приводить, показывать, что он не такой. А умный сразу все, и можем дальше идти. Так что я вам советую остановиться на… Вот такое положительное выражение определенности называется реальность. Реальность. Это реальность. Положительное выражение, представление определенности как бытия. Это реальность. А отрицательное, как ничто, если взять, это будет отрицание. То есть качество можно взять и как реальность, и как отрицание. Любое. Вес, если взять, хорошо. Можно сказать тяжелый, а можно сказать нелегкий. Труд. Да? Труд бывает. Тяжелый, а можно сказать нелегкий. Можно сказать, в учении нелегкий труд, а можно сказать, в учении тяжелый труд. Ну уж как. Кто хочет, как. Хочет выразить. Но это дает возможность в ваших произведениях этим пользоваться Можно про человека, например, наговорить одни только отрицания Что он и не украл, и не убил никого, и не зарезал И еще не испортил ничего И, возможно, ничего и не испортит в будущем И так далее А и все это будет вроде про него И вроде правильно Но вот все в таком отрицательном свете А можно в положительном свете говорить Человек умный, способный, толковый, добрый, порядочный, разумный и прочее Так Вот теперь у нас на нашем логическом столе три предмета Обратите внимание Наличное бытие, реальность и отрицание И уже голова начинает от этого немножко Уже дного Нельзя ли это теперь все как-то упростить? Ну, во-первых, вот давайте рассмотрим В реальность сначала И отрицание В реальности есть Реальность – это наличное бытие Она есть, да? Раз есть, значит, оно бытие какое? Наличное А в наличном есть и ничто Значит, в реальности есть ничто То есть отрицание То есть в реальности есть отрицание А отрицание? А отрицание есть То есть оно бытие Значит, в реальности Возьмем отрицание, в нем есть бытие Оно само есть бытие А если в реальности есть отрицание В отрицании есть реальность То в реальности отрицание есть одно и то же Ну как вот умный и не дурак Это вроде одно и то же Высокий и не низкий, это одно и то же Но тоже, но с моментами То есть ясно, что все-таки это с формулы Высходы не разные Снято различие, снято различие Реальность и отрицание Что значит снято? Мы его отрицаем, это различие Но это не значит, что оно вообще пропало Оно просто снято Ничего не пропадает, то что было Более того, давайте посмотрим теперь На эту определенность Вот у нас есть одна определенность И есть наличное бытие Но эта определенность, есть определенность Этого наличного бытия, правильно? Так значит нет отдельного бытия Нет отдельной определенности А есть определенное наличное бытие Мы же рассматривали Определенность этого наличного бытия И оно само наличное бытие И это наличное бытие Есть наличное бытие, и самоопределенность Есть бытие, оно же есть? Есть Наличное бытие, значит снято различие определенности наличного бытия. Значит, что есть у нас? Вот уже на нашем столе логическом, на котором мы рассматриваем эти категории, есть только одна категория – определенное наличное бытие. Как бы вы его назвали? Определенное наличное бытие. И вот определенное наличное бытие Гегель подбирал такое название, чтобы оно выражало вот это единство определенности и бытия. И этому отвечает такое понятие, как наличное сущее. Потому что сущее отвечает на какой вопрос? На вопрос что? Сущее. Наличное сущее. И на вопрос какое? Какое? Наличное сущее. Посмотрите, на два разных вопроса один ответ наличное сущее. Один вопрос относится к бытию, а другой к определенности. Какое? Это к определенности, а что? Это к бытию. Наличное сущее. Итого, мы получили, что можно сказать определенное наличное бытие, а можно короче сказать, наличное сущее. И поскольку у нас молодежь сегодня требует короче, еще не успеешь рот открыть, говорят, короче. Ну вот, Гигель как раз вот это, видимо, как человек продвинутый в диалекте, учел, и говорит, ну можно и короче, одним словом, нечто. Слышали такое слово? Знакомое, родное, нечто. Нечто. Вот вы скажите, пожалуйста, вы нечто воспринимаете как положительное или как отрицательное? Вот, пришли в музей, посмотрели, как картинка, но это нечто, да? Это же как вы. Положительное, явно. Хотя, даже слово ничего употребляет. Как жизнь у вас? Да ничего. А что ничего? Ничего нету. Ничего хорошего? Говорят, ничего. Или даже говорят так, ничего себе, когда очень все здорово так. То есть, очень часто вот эти отрицательные такие качества выступают вполне как положительные. Так вот, нечто, если бы не и что описалось отдельно, получилось бы отрицание что? А в целом, нечто это положительное утверждение или отрицательное? Положительное. Вот вы нечто или нет? Ну я нечто, ладно, вас не буду трогать. Я должен сказать, как я вам нечто, я студент, как я, из такого курса Института философии. А я? Я тоже, правда, тут профессором, работаю, а не просто так. Ну все равно я нечто. Ну не важно, чем ты работаешь, все равно ты нечто, правда? То есть, какое я не просто наличное бытие, а определенное наличное бытие. Ну вы студентка, а я, значит, преподаватель. это определенность, это определенность, Так, вот нечто, и вот мы пришли к очень важной категории, следующей, еще одно бытие. Мы знаем уже три бытия. Чистое бытие, второе бытие, наличное бытие, а вот нечто. А нечто, это определенное наличное бытие. Видите, как мы продвинулись уже? С нами так просто не поговоришь. Мы уже знаем такие категории. Можем его забить, если это кто будет там с нами спорить, мы его разобьем уже определениями. Нечто. Ну вот давайте нечто будем изучать. Как изучают? Чтобы понять, или чтобы разобрать, или исследовать нечто, что нужно сделать? Вспомнить историю его происходящего. Нечто это что? Оно, это наличное бытие? Определенное наличное бытие, значит наличное бытие. А в наличном бытие есть что? Есть и бытие, и нечто. А у нас налицо опять только определенное хоть, но бытие. Значит надо взять такое же определенное наличное бытие, как отрицательное, как отрицание. И вместе их взять как становление. Вот тогда будет нормально. А становление мы это уже поняли в себе. В себе это мы поняли, но еще это не положено, то есть не развернулось. Нет никакого становления, есть отдельное нечто и другое нечто, которое является по отношению к нему отрицательным. Как другое по отношению к положительному нечто взять, каким словом сказать, так и называется, другое или иное. нечто и другое, нечто и иное. Все равно как называть другое или иное. То есть мы уже вывели, что есть нечто, а есть иное. Покопались в нечто и вывели, что есть еще кроме нечто иное. Ну вот давайте их рассматривать. Нечто мы уже рассматривали. Чего его рассматривать? Бесконечно. Давайте рассмотрим иное. А когда вы рассматриваете иное, оно нечто. Правильно? Иное это нечто, только иное по отношению к этому. Ничего они не отличаются. Давайте рассмотрим иное по отношению к нечто. Если мы иное рассматриваем по отношению к нечто, то оно иное. А если нечто по отношению к иному, тогда иное это нечто, а нечто это иное. Все равно брать, что за нечто, что за иное. Правда? Вот два на равных. Нечто иное. Что хотите, это считайте нечто, это тогда иное. Хотите это считайте иное, то это нечто. Нечто иное, они безразличны. Чего мы еще не рассмотрели? Мы не рассмотрели иное по отношению к самому себе Кто-нибудь может додуматься до того, что означает иное по отношению к самому себе? Вопрос Никогда не думали насчет Идете вы и думаете А что такое иное по отношению к самому себе? Идете по дороге Или идете в буфет и думаете, а что иное по отношению к самому себе? Другие, они не обременены этими вопросами А мы таким вопросом обременены Что является иным по отношению к самому себе? Никогда не додумывались? О! Я тоже не додумывался, пока не прочитал науку логики И я вам отвечу понятным образом Иное по отношению к самому себе, есть иное самого себя Правильно? Не иное какого-то другого, а иное самого себя Согласны? С этим не поспоришь, правда? Иное по отношению к самому себе Это иное самого себя Вот А раз иное самого себя А иное самого себя, значит оно же иное А раз иное самого себя И что мы получаем? Получаем мы такое высказывание Записываю Иное Иное Иного А что есть иное и иного? Когда оно по отношению к самому себе Иное и иного есть Есть Иное Вот можете записать Иное и иного есть иное Вот Сакраментальная такая фраза Иное и иного есть иное Кто хочет эту фразу обдумать и высказаться по этому поводу Есть желающие? Вам дается возможность Что из этого? Можно извлечь Но мысль правильная? Иное и иного есть иное, да? Вот что мозг, молодой мозг конфликтологов может родить Глядя на такое высказывание Что ваш мозг говорит? Машкос осмахивается рукой У него рук нет, у мозга не надо Он рукой не может осмахиваться Надо обратиться к определению Сначала Что такое иное и по отношению к самому себе? Так это русский язык надо знать Значит не по отношению к чему-то к иному К другому К самому себе Ну к самому себе Если вы по отношению к самому себе Это не ко мне и не ко всем товарищам Которые здесь сидят И не к другим людям А только к иной по отношению к самому себе Вы не бываете иной по отношению к самому себе? Вы подумайте Что вы думаете? Если вы немножко позанимались уже Вы же иной по отношению к самому себе Раньше вы этого не знали Теперь знаете Вы что? Вы не хотите зачеркнуть вообще все наши занятия с вами? Вы что делаете? На что посягаете? Что за угрозы? Дескать Вы от вас От ваших лекций Никакого толку нет Я как был иной Так и остался Равный самому себе Да? Или вы иной по отношению к самому себе? Вы же иной по отношению к самому себе стали? Раз вы занимаетесь Ну? Но встав иным по отношению к самому себе Вы не перестали быть же самыми особой? Нет Ну смотрите как интересно Вы значит иным стали по отношению к самому себе В то же время остались равным самому себе Логично? Вот Вот смотрите мы с ним как поговорили И так сказать нашли решение То есть что мы нашли здесь? Мы нашли здесь что иного Иное и иного есть иное Что было, то и осталось Иное же А можно прочитать по-другому Иное, 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 иное Что, непонятно, что иное Написано же иное То есть не равное самому себе И отсюда и вывод Тут есть в этом Вывод про нечто Это иное, нечто же тоже иное Мы же с вами уже говорили, безразлично, что брать за нечто Что брать за иное Поэтому все, что мы наговорили про иное Можно сказать про нечто, любое Что нечто есть И равное самому себе И не равное самому себе Одновременно Это важно? Очень важно Вот тут мы, ну дороги здесь с формальной логикой Полностью расходятся Мы здесь идем уже чисто диалектической дорогой Когда есть и равенство с собой И не равенство с собой одновременно Не равенство с собой, не равенство с собой Остается в этой ситуации Только навести порядок А какой? Какой надо порядок навести? Название придумать Для этих вот моментов То есть Если это нечто То нечто оно и равно самому себе Имеет момент равенства с собой И имеет момент неравенства с собой А моменты мы уже знаем, что такое Такие движения, которые Неотделимы Они берутся вместе обязательно Предположенные движения в одном движении Равенство с собой и неравенство с собой И никакого другого нечета Которое не было бы равно самому себе Или такого, которое бы только все время оставалось равно самому себе Никогда не бывает Любой предмет Вот стол стоит Он равен самому себе Еще так и будет Всегда будет равен самому себе И потом выбросить его Как оставившийся И негодный к использованию Правильно? И та скамейка, на которой вы сидите Тоже Правильно? Вот только вопрос Скамейка дольше нас протянет Или мы протянем дольше Или вопрос о вас еще висит А насчет меня Полеострый Кто раньше больше протянет Скамейка или я? В силу некоторой разности в возрасте А все же приходящие Поэтому Поэтому этот вопрос Относится к чему? Что каждое нечто Любое нечто А все есть нечто Правда? Надо взять и как равное самому себе И как неравное самому себе И вот озадаченные вот этой категории нечто Я вот спускался Однажды в метро Василия Островская И там Как раз обдумывал Как это рассказывать И вдруг Там такой Портрет девушки В цветном платье И написано Меняйся чаще Ну Хоть я и не девушка Ко мне тоже это относится И к вам относится Ко всем Меняйся чаще Как бы вас призывают меняться Все время удивляются люди Всяко разные Ну что-то одну сторону взяли только Меняйся чаще Но это не получится Так что ты будешь же не ты И вот Ответ я тоже скоро нашел Причем У меня лекций тут много Я иду В следующий раз По-другому Иду сюда В университет По Дворцовой А там на выходе Дворцовой Вот там где Отролепость на остановке Стоит большой стенд И написано Меняйся Но оставайся с собой Арифлейм Вот Люди как продвинулись Представляете Арифлейм уже понял Эту диалектику Нам сам Бог велел с вами Правда? Меняйся Но оставайся с собой А то вы так поменяйтесь Что вообще будете не вы Так не надо Надо так Чтобы вы оставались с собой А меняться пожалуйста То есть меняйся Но оставайся с собой А может другое Что-нибудь Изменение Изменение в этом и состоит В чем состоит изменение У нас сегодня предмет Не забыли Как называется лекция Социальные изменения Изменение состоит в том Чтобы быть равным С вам и себя Если вы же меняетесь Вы же меняетесь Значит вы Значит разница с собой Но вы же меняетесь, значит меняетесь, значит становитесь другой, правильно? Кто не стал другим, тот не понял вообще этих занятий сегодняшних То есть получилось, что зря я рассказывал Потому что, скажем, обучение состоит в том, не в том, чтобы только оставаться собой А в том, чтобы оставаясь собой, быть все более и более обогащенным знаниями Я правильно понимаю? В связи с этим у меня вопрос Если я поставлю себе вопрос ребром Молодой человек, вы равны самому себе? Да или нет? Да, молодец А теперь второй вопрос Молодой человек, вы не равны самому себе? Да Молодец, красота, все понятно Вот это правильно А то есть люди у меня, студенты, которые говорят Я спрашиваю, вы равны самому себе? Говорят, нет, отдайте документы на того, который вот уже не вы Идите, получайте новые, а эти я сдам в деканат Вы стали совсем другим человеком Ну как раз стали, идите вперед А что вы здесь делаете? Вы здесь не записаны Ну вот вы ответили правильно, тут к вам претензий никаких А как вы еще понимали изменения и как еще изменяющиеся нечто понять? Никакого другого понимания изменений нет Кроме как вот такого И это то, что изменяется, оно не случайно нашло свое отражение в категориях Вот это вот, иное, иного, есть иное Вот это такая фраза могла появиться в языке Только потому что так в жизни Потому что язык отражает жизнь А не выдумывать что-нибудь Это же мы нашли такую фразу в языке? Она есть? Есть Иное, иное, есть иное Только надо по-разному говорить Иное, иное, есть иное Как было, так и осталось Иное же Что тут непонятно? Так иное, иное, есть иное Все непонятно, что я сказал И уже это противоположность То есть вот это противоположные высказывания Из которых получается понимание движения Вот уже механическое изменение или движение в чем состоит? Ну вот вы едете на автомобиле Или на трамвай, или на тралево Если вы эту точку, в которую вы проезжаете Вы в ней находитесь? В которую вы проезжаете? Если вы в ней не находитесь, то что-то вы не едете А если вы только в ней находитесь То как это у вас так получилось? Затормозить так резко Если вы только в ней находитесь Значит, вы в ней и находитесь, и не находитесь Одновременно И в этом противоречие механического движения Механическое движение изображается вот с помощью такого противоречия Никак иначе его не изобразишь И вот древние портали изобразители И у них получались антиномии, дескать Вот черепаха и атлет Вот черепаха не дошла еще до цели А атлет ее быстрее бежит Вот он добегает до этого места, где она была А черепаха уже отошла Он добегает до этого места, она все равно отошла И так он никогда не догонит А на самом деле На самом деле И атлеты, и черепаха Они проходят эту точку и не проходят Все вот это вот движение надо рассматривать как противоречие Но это относится и к изменениям не таким Которые связаны только с механическим движением Вот, скажем, вы занимаетесь И являетесь конфликтологами в становлении Значит, вы находитесь в постоянном изменении Так? Я правильно понимаю? А если вы когда-то вот становитесь равным самому себе И никакого изменения нет Значит, сейчас обучение затормозилось Вот что вы там еще делаете, я не знаю Но обучение точно затормозило Потому что мы, скажем, имеем в виду, что Студент, когда занимается, он вырастает Правильно? Все больше и больше Вырастает в смысле своих знаний В смысле понимания действительности Вот Как называются эти противоположные моменты? Изменения Момент, который равен Момент неравенства с собой Называется бытие для иного Ну, вы же иной хотите стать Более образованный Более знающий Более квалифицированный, да? Соответственно, это вот Это называется То есть Это момент называется бытие для иного Вы все время Все это ваша работа для того, чтобы стать Квалифицированным конфликтологом, да? То есть все для иного, для иного, для иного И на этом никак остановиться не можете Курс меняется Один курс, второй курс И все опять для иного, для иного, для иного Наконец диплом получил Опять потом для иного А вы что, получите, когда Вы что, будете этим самым студентом, что ли? Нет, вы перестанете быть студентом То вы для иного будете развиваться Поступите на работу И будете повышать свою квалификацию Как человек, который работает Правильно? Или вы не будете повышать свою квалификацию? Все закончено Я студенткой была Хватит уже Учиться, все Учиться никогда больше не буду Или Вы всю жизнь будете учиться А есть такое английское выражение I'm a student Что означает Я студент Не в том смысле, что я студент В буквальном смысле А в том смысле, что я I'm a student Я все время учусь Или вы считаете, что я не учусь? Ну, если я вот вам стараюсь Постараться попонятнее объяснить Я учусь или нет? Я думаю, как объяснить непонятные вещи Понятно Это же повышение квалификации Кто это должен за меня делать? Я должен делать Только я все время Имею вот этот момент Бытие для иного И вы всегда будете иметь Не только момент равенства с собой Но и момент бытия для иного Но вы, переходя в иное Остаете же с собой И я остаюсь И все остаются Если речь идет об изменении О понимании того, что такое изменение Это и есть Но всякие глупости По этому поводу Пишут в огромном количестве В литературе А в огромном количестве Говорят, надо изменяться Это глупая задача Просто изменяться Нет такой задачи Потому что вы и так изменяете Все изменяется и так Без всяких усилий Поэтому, значит Надо изменить Надо что-то поменять Лишь бы поменять Я хочу перемен Ну, хорошо Хочешь перемен Прыгать с 15 этажа Ну, что значит Вы любые перемены У вас устраивали? Не любые Поэтому, как можно Вы просто говорите О переменах Ну, говорили же Вот Горбачев говорил Перестройка Не важно Куда перестраивать надо Что у вас Переверните вот тетрадочку Это будет перестройка А вот так ее Вот с верх ногами К верх ногами Тоже можете писать Это трудно будет Но можно писать Михаил Сергеевич Объяснялся Перестройка Вы еще не перестроились Надо перестроиться А что это за Это же бессмыслица И в этом нет Мне вообще никакого содержания Потому что призывать вас К изменению Ну, как-то Я могу к конкретному Какому-то изменению призывать Правильно? Чтобы вы больше знали А просто вот призывать То есть изменяйтесь И в чем задача? И вообще Какое мое дело? А вы скажете Какое ваше дело? Я изменяюсь? И как я изменяюсь? Вы скажете Молодой человек Вы не заходите за рамки Вы преподаватели Преподавайте себе философию Будьте здоровы Так? Я не просто студент Я гражданин России Вот так вот И вы, пожалуйста, Ведите себя тут Очень строго и аккуратно И все Или Надо реформироваться Это что такое? Форму поменять А что форму? Толстой вам стать, что ли? Или как? Или как форму поменять? Что делать? На руках ходить будете? Как еще? Шляпа надевать? И бывали тут Приходили И в шляпах И что? В чем эта идея реформирования? Менять форму? Вот я понимаю, что Из плохой формы Сделать хорошую Вот художник Он же с формой работает Правильно? Вот нарисовал Прекрасную картину А я подхожу Говорю Надо это реформировать А что реформировать? Давайте я нарисую там Сигарету Это я могу сделать Я не художник А на сигарету я нарисую И кепку А то вот не нравится мне Фигура этого человека Реформировать буду Но это же целая история была При Ельцине Давайте реформировать Давайте реформировать Давайте реформировать В чем за идея Реформировать? Реформировать Это менять форму А если поменяешь форму И получится содержать Давайте квадратную форму Вам сделаем Как вот только у вас Так вот В квадрат поместить Это проблема Ну Стараться будем Будем стараться А вот есть такое даже понятие Как Прокрустного ложа Дескать Кто не помещается в этот лож Ну Что-то надо с ногами сделать Можно укоротить Да Как можно вообще Ставить задачу Просто менять Самую бессмысленную задачу Поменять форму Во что бы то ни стало А форма содержательна Если поменяешь форму Изменится и содержание Поэтому люди Которые рассуждают Про изменение формы На самом деле Скрывают Что они меняют содержание Дескать Мы такую форму Вам изменим Мы вас зимой Оставим В этих В легком платье Или в трусах И в майке На морозе А форму Только форму поменяем А то что вы после этого Заболеете И концерт дадите Это нас не касается Мы форму меняли Мы не виноваты Меняли Меняли форму Вдруг В результате реформы У нас в два раза меньше Стало производства В 90-м году И после этих Всех изменений Форм И перестроек Оказалось Что у нас Смертность Стала превышать Рождаемость А до этого Всегда смертность Была меньше Чем рождаемость У нас в стране Так или не так Это крупный факт Или это мелочь Какая-нибудь Это же не мелочь Смертность И вот Смертность пошла Вот так вот так вверх А рождаемость Вот так вот так вот так И это вот называется Крест России График такой Раз и раз Они пересекаются Красиво А что красиво А красиво Потому что жить Стали меньше А рождаться Стало детей меньше Ничего Мы гастарбайтов Наберем Пригласим Соотечественников Из других стран Приходят И будет у нас Механический прирост То есть вопрос О реформировании Как самоцель Пустой Глупый И вредный Хотя вот таких вот Ну надо что-то новенькое Ну что значит новенькое Новенькое Вот такое Видели Нет Не видели Так вот О Это новенькое Что еще вам придумать Могу пиджак вывернуть Сейчас Выйду С вывернутом пиджаке Приду Никто меня не осудит Профессоров уже не трогают Скажут Ну что с них возьмешь Это профессора Они могут Сковороду надеть Но это не значит Что я должен вас призывать Пойти по этому пути Потому что это они поймут Скажем То что простят Там профессору скажут Это вот просто Весельчак Балагур А это скажет Морально-расленный тип Если дойдет до студента Это страшное дело И я бы об этом не говорил Если бы это не знали Что это массово распространено Это глупость Несусветная Просто меняться Просто значит Перестраивать что-то Не важно что Хрев в дворец Или дворец в хлев Наверное есть разница Перестроить деревянный Кремль в Москве В каменный Или обратно Каменный В деревянный Ну все разницы же есть Или просто менять форму Что за задача такая Форму менять Мы говорят У нас будет Что на Вот это плохо Это плохо Требуется реформа Что требуется Ну хоть бессмысленно Никогда Никогда реформа не требуется Конкретные изменения Требуются Какие-то конкретные Что нужно сделать Для улучшения Совершенствования Правильно А реформа Как просто как реформа Лишь бы реформы Ну под это дело Можно деньги получить И можно Так сказать Обогатиться Под На этом деле Ну хорошо Вот Реформирование Милицию Переименовали В полицию Перед этим Так было много Написано Что вот Милиция Там и такие Злоупотребления И такие Злоупотребления И такие Злоупотребления А вот полиция Вот полиция Нам наведет Порядок Ну как только Это вот Переименовали Это примерно Затрат было 19 миллиардов Рублей Вы же понимаете Надо все бланки Все печати Все Так всю документацию Всю перевернуть На На эту самую Полицию Так Дмитрий Анатольевич Выступал Дескать Вот полиция Полиция У нас Значит Должна быть Это вот Милиция Она С Октябрьской Революции Идет Но это же Неправильно Когда появилась Милиция у нас В России Сказать? После февральской Революции Не Вы как Медведев Прямо я смотрю У вас Одна компания После февральской Февральской Революции Уничтожила Корпус Жандармов И образовала Февральская Которая мы Сейчас отмечаем Вот Сейчас Сейчас Сто лет Образования Народной милиции Сейчас Народной милиции Буржуазная революция Образовала Народную милицию А что такое Народная милиция? Скажите пожалуйста Милиция Ополчение Ну ополчение Не ополчение А вооруженный народ Вот Определение милиции Это вооруженный народ вы чё у нас сейчас какой строй буржуазный и чем его против того что сделала буржуазная революция начинаем тут крутить как-то вообще странно ну ладно там тебя коммунисты там что-то сделать давайте это уберем а вы чего убираете то что сделала буржуазная революция же не красиво и неправильно буржуазная революция говорит давайте отделим французская буржуазная французская буржуазная революция давайте отделим церковь от государства и школу от церкви так я неправильно понимаю и идеалы буржуазной французской революции приходят наши деятели буржуазные в том числе наш губернатор ли кто-то там пробеспира наберешься сделай воскресенскую и сделал красота а как же и везде ходят и свечки носят у нас а в нашей стране у нас столько конфессий религиозных ну как это вы скажете вы в православных храм ходили а в синагогу почему не пошли на голову прикройте пожалуйста и сходите в синагогу адреска адресочек подскажу от декабристов налево там все равно вы сходили а почему к исламу не дали не отдали и дети теперь патроградскую там звучит пока чего буддисты вам не люди чего против буддистов имеете вы значит только эти вот уважаете а буддистов не уважаете а еще пятидесятники трясуны а еще свидетели еду свидетеля в свидетелем не пошли и пошло-поехало и вот на этом фоне уже появляется некоторые дескать давайте настроим еще мечеть и столько сколько охрана давайте будет государство все это давать передавать отдавать то что строила само государство почему-то вдруг оно должно отдавать церкви что церковь строила исаакиевский собор во-первых строили его крестьяне во-вторых деньги потратил государство вам не нравится феодальное государство ну понятно у вас буржуазное вам не нравится феодальное ну чего вы так и тут это вот помните иван васильевич меняет профессию попросили кемску волос а отдавай это кемску волос а этот самый бандит говорит ты чё морда царская земли российские раздаешь кемску волос а давай и как видите как можно имущество взять отдать ни с того ни с сего и так далее короче говоря вот это кто что мы с вами сегодня пофиксировали поняли эти категории из меня это очень важная категория но это вовсе не значит что нужно из этой из этой противоречивой категории брать одну сторону и всего если уберете одну сторону я сказал что я равен саму себе и слушать ничего не буду митоготе линии и чего вы тут говорит и сколько бы вы ни говорили и к экзаменам подойду вот с тем что я знал и раньше а когда подойдете я Я скажу, значит, ты вот как знали, так вот до этого курса. Сколько я могу поставить вам? Только двойку. И поставлю. И на этом, так сказать, вся дискуссия закончится. Поскольку я-то еще и не равен самому себе, а не только равен. Вот я был равен, равен, поставил всем хорошие оценки, а вам два. Вам это надо? Не надо. То есть, какие-то глупости из этого утекают. То есть, зачем вот умные вещи изучать? Ну, несколько сложные категории я сегодня давал. И вывод давал, который есть в науке логики Гегеля. Я вам давал потому, что не уверен, что вы сами ее читали. А если ее и читали, то я знаю, что люди, которые ее читают, не уверены, что понимают. Это не так просто понять. Не уверен. И вот, скажем, одна из задач, которая передано и в Советном, сделать понятным то, что вот так вот не воспринять сразу. По книге, вот, наверное, есть смысл. Зачем существует еще преподаватель, чтобы еще раз толковать то, что в книге трудно не заменить книгу, а растолковать то, что трудно понять. Особенно с учетом того, что я знаю, что это трудно понимать. И чтобы не было вот такого массового оглупления народа. Вот вы же будете, кроме всего прочих, гражданин, и, так сказать, идете в общество. Вот, скажем, а как будем разрешать конфликт? А очень просто. Будем все реформировать. А еще как будем? А еще будем? А еще будем менять. Изменять будем. А что вы будете изменять? А, неважно, что менять. Важно, чтобы вот не так вот стул, если так стоит, перевернуть его и пусть вот так. Ну вот, для этих двух моментов, равенство с собой и неравенство с собой, закрепились названия. Для неравенства с собой бытия для иного. Вы уже поняли. Это нельзя из вас выпилить какой-нибудь. Или вырезать бытие для иного, а остается только равенство с собой. Это бытие для иного относится к чему? Ко всему. Ко всему целиком. Вот эти люди, которые не воспринимают диалексику, они никак не понимают, что это человек, вообще все живое. Это не что-то из состава каких-то кубиков, роликов, каких-то кусков, элементов, структуры. Вот как представители системного подхода, это вот враги диалекции. Враги. И темные люди, которые вместо диалекции предлагают, что вы элементы и структура, у вас есть внутренняя среда, внешняя среда. Не спорите же? Да? И вроде как вы вот примерно как кристалл там, связи между элементами. Да нет же такого. Где у вас, мы уже обсуждали, где у вас начинается рука? Где? А? Рука, как не здесь? Где она начинается? Она у вас живая рука? Пошевелите пальцами. И откуда команда пошла? Из головы. Так, а у вас живая кровь течет в ней? А у нас же и сердце течет. Так, как можно руку живую рассматривать? Некоторые говорят, вот моя рука пошла. Нет, это если тебе ее отрезали, то да, она твоя, это правильно. Но если она у тебя живая, это уже никак-никак нельзя. Поэтому вот отличает механическую целостность и органическую целостность. Но это Гегель отличает. А люди безграмотные, темные в области диалектики, они это не различают. Вы видели, вот, например, говорят, надо найти механизм управления обществом. А механизм бывает с головой? Видели механизм с головой какой-нибудь? Часы с головой. Не бывает. А тут ищут механизм управления обществом. Говорят, а вот Путин перешел к ручному управлению. А что, ногами надо управлять? Или что, само должно вот так сходить? Вот это представление о том, что само это делать стихийно, механически. Так это же организм социальный. В организме ничего механического не делается. Вот это я механически машу рукой? Нет, это я вот решил бахать. А это рукой механическая? А есть бывает, человек вот сидит и раскачивается вот так. Это механическая, да, он не соображает. Чего ты раскачиваешься здесь? А некоторые вот обнимут механический трибуну. И вот так вот, так вот. Ну, это механическая. То есть не задумываясь. А вы что, хотите управлять не задумываясь? Страной? И что будет? А то, что будет, то и будет. А вот там смотрим. А что будет у нас хуже и хуже и хуже? А как оно будет лучше, если ищут все механизмы управления? Вместо того, чтобы поставить цель, подумать о средствах решения задачи. И вообще управление не связано с борьбой противоположности, с борьбой против негативных тенденций, с развития тенденций позитивных. Связано. А как называется равенство с собой? Вот подумайте. Это вот, как раз это можно найти просто в языке. Вот вам сейчас, вы сейчас вам не по себе или вы в себе? Вы в себе сейчас или не в себе? В себе. А что такое в себе? То есть вы равны самой себе. А вдруг вам стало не по себе? Это что значит? Это значит, я до того договорил свои тут всякие категории, что вам стало нехорошо. Не по себе. То есть вы стали неравны самой себе. Или я только начинаю вам говорить. Он говорит, подождите, я сейчас приду в себя и буду слушать внимательно. А где вы были? Да, я там приду в себя. То есть вот слово в себе, что означает? Равенство с собой. Ну что вы все никак не можете понять? Это я вышел из себя. Я же вам на вас не кричу обычно, а тут вышел из себя. То есть стал неравны саму себе и стал кричать. Вот особенно вы тут там на углу. Ну и что это такое? Это я вышел из себя. То есть слово в себе, в себе бытие, это означает в русском языке и в любом другом равенство с собой. И что мы получаем? Что изменяющееся нечто. Есть единство, равенство с собой и неравенство с собой. Равенство с собой выражается категорией в себе бытия, а неравенство с собой выражается категорией бытие для иного. Бытие для иного. То есть мы не только различаем их, и название у них есть. И равенство с собой в себе бытие, и бытие для иного. А вот скажите, пожалуйста, равенство с собой и неравенство с собой, они что, отделены какой-то перегородкой? Или это момент этого, они не раздельны, правда? Вот раз они не раздельны, нет отдельно. В себе бытие, отдельно бытие. Значит, вы в себе бытие тоже есть, в бытие для иного. Правильно? Это все выживо, бытие в себе. Значит, вы никак не можете вырвать оттуда. И бытие в себе, в бытие для иного. Поэтому, а если оно бытие в себе, значит, оно в самом себе сопротивляется переходу в иное. Правильно? Ну, раз жизнь такая, что все время меня куда-то увезти с истинного пути, а я упираюсь и по этому истинному пути иду. Значит, я как в себе бытие противодействую в самом себе бытию для иного. Вот поэтому с этим связана еще одна, третья категория изменяющегося нечета, которая называется в нем бытие. В нем бытие. Ну, когда третья категория уже становится людям нехорошо, не по себе. Но это на самом деле не третья, а это такое, то же самое в себе бытие, которое в самом себе отрицает противодействия бытию для иного, перехода в иное, то есть бытию для иного. То есть это такое все бытие, которое отрицает бытие для иного А живое всегда все бытие, только такое и может быть Которое в самом себе отрицает бытие для иного Это называется категория в нем бытия И вот это венец выполнения требований молодежных короче А короче В Вот эта категория В означает это в нем бытие То есть бытие в себе, которое отрицает бытие для иного Просто В Но вы пишете, вы говорите, во мне Во мне борются такое-то чувство, такие-то чувства Во мне, в, 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 в Вот категория В нем бытие или просто вы Итого у вас на самом деле получается по-прежнему два момента Один бытие для иного, а другой в нем бытие То есть такое в себе бытие, которое борется в самом себе с переходом в иное Удерживает вас Вот вы же удерживаетесь, не становитесь, так сказать, другим человеком Оставаясь, становясь другим человеком, остаетесь сама собой Правильно? Поэтому у вас это вот в нем бытие момент Но раз вы боретесь с иным, значит, вы выходите вовне Правильно? С иным боретесь, значит, вы выходите вовне Поэтому вот таким образом совершается выхождение вовне И с другой стороны можно через вот этот момент проникнуть вовнем В себе бытие и изменить его Поэтому есть чуждое влияние Я могу на вас повлиять Будем надеяться, что я положительно на вас влияю Я же проникаю ваше прямо во в себе бытие Через в нем быть Через бытие для иного И во в себе бытие, которое Единственное, в бытие для иного И если это проникновение состоит в вашем возвышении То это положительнее, да? А если в вашем предложении, то не положительнее То есть вы смотрите внимательно так Вам надо думать о себе Самой себе о себе Вот все это мы наговорили И когда мы это наговорили, вдруг мы вспоминаем с вами Вдруг мы вспоминаем Что это относится только к бытию Все А мы-то имеем дело не с бытием только А с определенным наличным бытием, да? То есть нечто А у нечто-то есть определенность Но определенность не отделима же от наличного бытия, правильно? Они же слились И вот поэтому вот это подарок бывает Кто купит машину Lexus, тому москитная сетка в подарок Я правда думаю, что кто купит Lexus, ему нетрудно будет самому москитную сетку купить Я даже предложил так Давайте москитную сетку, а Lexus в подарок Что-то они предлагают такое Так вот В этой ситуации вам подарок Вот все, что наговорено про бытие В силу единства бытия и определенности Относится и к определенности Значит и в определенности надо различать то, что есть в ней В себе и находится в единстве с в нем бытием И то, что есть лишь бытие длинного Отсюда появляются две категории Вот Первое мы запишем То есть поскольку применили мы то же самое, что сейчас делали к определенности Качество, которое есть в себе Качество, которое есть в себе в простом нечто И сущностно находится в единстве с другим моментом этого нечто с в нем бытием Называется Качество, которое в себе в простом нечто И сущностно находится в единстве с другим моментом этого нечто с в нем бытием Называется Прошу-просили Здравствуйте, Сергей Анатольевич Это я вам звонил Сообщил, что я послал вам письма за помощью Алло А это я еще не знаю А вы отправили, да? Ну так, ну раз Серьезно? Ну здорово Спасибо вам огромное Ну и мне Александр Владимирович рассказал Мы что-нибудь возьмем А если вы не напишите специально Ладно? Тогда с сайта и вывесим Чтобы у нас было Тем более, что мы же рассылаем по организациям Поэтому, чтобы им тоже было интересно Сергей Анатольевич, вам огромное спасибо И если или вы, или Олег Борисович сможете приехать Было бы здорово Да Спасибо вам большое До свидания Это звонит президент Федерации Федерального профсоюза А ведь диспетчеров России Как говорится, его уже не остановить А я вам буду читать курс Свою потом Конфликтология Социально-трудовые конфликты в современной России И опираться в том числе на опыт Вот этого вот Интересного очень Общественного объединения Профсоюза федеральных Федерального профсоюза Авиадиспетчеров России Они выдающиеся достижениями Которые надо изучать Так, вот что мы с вами получили Значит, кто-нибудь прочтите, что у вас записано Да, пожалуйста Значит, качество, которое есть в себе В простом нечто В себе, вы уже понимаете, да? То есть равно Остается равно В изменениях Понимаете? Качество, которое есть в себе В простом нечто И сущностно Находится в единстве с другим моментом этого нечто С в нем бытием И сущностно находится в единстве с другим моментом этого нечто В нем бытием В нем бытием Качество, которое есть в себе В простом нечто И сущностно Находится в единстве с другим моментом Это нечто с в нем бытием А что значит единство с другим С в нем бытием? То есть выходит наружу В нем бытие Это что такое? Это то, что противодействует Переходу в иное В единстве с пяти для иного А раз оно противодействует Если я от вас оттолкнулся Значит я к вам притронулся Если вы мое иное То значит это вот бытие для иного Никуда тут не денешься То есть если Это вот кажется парадоксальным Что Говорится о единстве с бытием для иного А выходит Что это где-то вовне А следовательно и извне Можно проникнуть В эту определенность Так вот Качество которое есть в себе В простом нечто И сущностно Находится в единстве С другим моментом Этого нечто с в нем бытием Называется Как вы думаете? Как вы называете? Вы знаете? Сказать? Скажу Называется это Определение Вот вы получили Редко экзотический продукт Что такое определение? Которое вы нигде Больше как в науке и логике Не найдете А то что пишут в словарях Или там в интернете Всякая чепуха Вроде того что Определение Это совокупность признаков Свой в общем мешок Куда-то набросано Все ваши качества Какие у вас есть Ух очень много Вот куча Если собрать То будете вы Вы согласны С таким своим определением? Нет А здесь берется качество Которое Что значит в себе? Которое сохраняется В изменениях Вот чтобы не происходило в жизни А если вы умные Так вы умные Если порядочные Так вы и порядочные Правильно? Вы не только порядочные Когда-то все хорошо А когда тяжелое Настало время И может И, я так сказать И недоедаете Так вы все равно Если делились раньше С коллегами То и тогда будете делиться А не то что А теперь я не помню Ничего не отдал Потому что время тяжелое Пошли вы к черту То есть Сохраняется в изменениях И не просто так Сохраняется А и вовне проявляется Выходит вовне То есть Находится в единстве С в нем бытием То есть Определение это не то Что вы храните Что вы храните Про себя И не такое Ваше равенство С собой Которое никак Не выражается Вовне И вовне проявляется Тоже А соответственно Определенность Которая есть Лишь бытие для иного Называется Характер А определение Определенность Которая есть Лишь бытие для иного Называется Характер Бывает Человек хороший А характер Несносный Бывает И делает Все хорошо И проще Ну Есть невозможно С ним разговаривать Все время Ноет Все Недоволен Все не так Это не так А человек Хороший Я когда С такими Ими делаю Я так Сразу и говорю Что Вот казалось бы Какие глупости Есть вот человек А человек хороший Потому что Он это сделал Хорошо Это сделал Хорошо Тут поступок Хороший А как начинает Говорить То вот он Начинает Такое Характер Такой Несносный Бывает Такое Но с другой стороны Характер Он же Един с определением Какое Определение Такой характер Характер Конечно Вырастает Из определения Что-то в нем Что-то Сохраняется Из определения Не то Что все другое Вот такие Мы получили С вами Интересно То есть Не просто Получили Что вот Изменения А мы Получили Научное Понимание Изменения Которое Применено К чему К чему Отвечайте Отвечайте К чему Применено Это определение Молчат Вы Прямо Как партизаны Вам сказали Не выдавать Товарищи Товарищи Я объявлял В самом начале Что такое Философия Что такое Диалекс Она Изучает Всеобщие Категории Всеобщие К чему Применено Если категория Всеобщие К чему Она Применена Ответ Ко всему Ну Ко всему Потому что Все есть Становление Все есть На личное Бытие Все есть Нечто И вы Нечто И вы Нечто И я Нечто И она Нечто И он Нечто Так Определение У всего Есть Качество Которое Вот Которое Сохраняется У вас Что бы ни Случилось А вы Как были Хорошим Человеком Так и Остаетесь Я неправильно Вас изображаю А если Вы Хороший Человек То это И вовне Проявляется А не То Что Вы Хороший Человек Но ничего Хорошего Не сделали Это Извините Меня Это Странное Понимание Хорошего Человека Вот Так Обсто То есть Это Прелесть Диалектики И Настоящей Диалектической Науки Философии Потому что Нужны Конфликтологи Которые Копают Не просто Знают Что такое Конфликт Они Вглубь Вглубь Точное Определение И понимают Все движение Развитие Могут А понять Значит Выразить В понятиях То есть Обладеют Понятиями Могут В них Выразить Действительность На этом Лекция Заканчивается Вопрос Есть? И вот это Мы должны Применять Вот такое Понимание Изменений Ко всему Поэтому Не бывает Таких Общественных Отношений Социальные Изменения Что означает? Что не бывает Такого Общества Которое Не менялось Все время Поэтому Это вот Разговор О том Что надо Поменять Что-то Общее Это пустой Никчемный Глупый Разговор Он Постоянно Вот мы его Слышим Надо изменить Надо изменить Вот когда Вы скажете Надо сделать То-то и то-то И вот Это будет И тому-то Это да А просто Ходить И говорить Что надо Изменить Ну это Просто глупость И этой глупостью Засыпано Все Завалено Все наше Общественное Развитие Движение Во многом Из-за неграмотности Из-за того Что не люди Виноваты Они не преодолели Вот этот Барьер Они не знают Что такое Изменение А я вас Поздравляю Что вы знаете Что такое Изменение В том числе И социальное Могу я вас Поздравить Сейчас Приятно Всех поздравляю Также С международным Женским днем 8 марта Хоть и говорят Что это женский праздник А вообще Это не женский праздник А день Горьбы За социальное равенство Мужчин и женщин А поскольку Социальное Неравенство В основном Падает на Женщин Больше То Конечно В первую очередь Праздник Женщин Но это не значит Что мужчины Не должны участвовать В том Чтобы было Социальное равенство А должны За это тоже Бороться Ну и боритесь Сами Если Неравенство Вас касается Дескать Вам цветочек Приничем Вы боритесь И отвяжитесь От нас Нет Не так Его пытаются Сделать Вот Дескать Есть мужской праздник Дескать Вот 23 февраля Есть женский праздник Есть ли кошек Праздник Есть ли собачек Праздник Не так дело Обстоит Потому что Проблемы Борьбы За Вот Можете взять Великий Почин Ленина И прочитать Там написано Что Вот Советская власть Камня на камне Не оставила От Тех Правовых Условий В которых Находились женщины Разрушили полностью Они абсолютно Равноправны И что А вот Женщина Продолжает Оставаться Домашней рабыней Ее приковывают В детской Кухне И Советская власть Должна сделать так Чтобы были Общественные столовые Чтобы были детские сады И что у нас Без проблем С детскими садами Я знаю Что на Кировском заводе Мы делали Договор С ними Хозяйственный Вот там В летельном заху Многие девушки Еще они Замуж не вышли Они уже Значит все Записались В детский сад Потому что Два или три года Идет Очередь У меня сын Бился два года Юрист Чтобы дочка Попала его В детский сад Ну так А если вы Не устроите в детский сад Ну и так будут болеть И из детского сада Придется забирать И брать бюллетень А если вы вообще Не устроили в детский сад Так вы не можете Заниматься Три года Это ничем Кроме Тем, что вы занимаетесь Ребенком А если трое детей Значит 9 лет А если 9 лет Потом трудно Догнать мужчин И вот даже В советское время Если взять КПЦС Руководящую силу Сколько процентов Женщин было КПЦС В материальном производстве 50 50 на 50 Как тачки Возить Носилки Копать Одинаково А как только У вас руководить Ну и как думаете А? Ну вы же знаете Мы же о чем говорили Ну вот к этому Относится этот праздник Он не просто праздник А день Борьбы За действительное Социальное равенство Никакого другого Равенства Кроме социального Тут не может быть Чтобы свободное Время было такое же А свободное время Это время для развития Все Поздравляю всех С наступающим Праздником Успехов В следующий раз У нас будет Социальное развитие Тема Продолжение следует...